Очень важно также знать, как вообще поддерживается семья, как ее сохранить, кроме вот, ну вот это все равно, хоть я и рассказал, вы все равно не понимаете, насколько это сильно работает, насколько работает сильно освещенная пища, не понимаете, это огромная сила просто, пищу начинаете освещать, у мужика все меняется. У меня жена вообще потрясающие вещи делает, то есть она, женщины вообще просто, у них природные способности, то есть она, вот что хочешь, можешь делать со мной просто с помощью освещенной пищи. Она освещает пищу, допустим, такая, сегодня на сон, и мне не говорит ничего. Я поел, ну у меня сон очень слабый, мне тяжело засыпать, я поел, и меня сразу рубит просто. Она говорит, как спал, я говорю, вообще как убитый, она говорит, на сон пища была освещена. Понял, я говорю, понял. Ну то есть женщина, это благословляющая сила, от нее такая энергия идет, она что хочет с мужиком, через пищу может сделать. Но женщины что не знают об этом? Они чувствуют, что это как бы, вы чувствуете, да, что в этом есть какой-то тайный смысл, да? А какой не знаете, да? Я вам рассказываю. У меня жена специалист. Она что хочет, может делать. Допустим, если видит там, допустим, у нас из нашей команды какая-то девушка слишком со мной часто начала разговаривать, она может этот вопрос решить. взяла, допустим, там, посветила пищу, как бы, по щучьему миленью, по-моему, хотите. Все, девушка не разговаривает. Знаете, женщины? Это тонкие вещи, которые мужчины не понимают. Ну как она может так повлиять? Ну вот непонятно. Просто, понимаете, у женщин, у мужчин разная энергия. Вот мужчины думают, да, женщина вообще, что она слабая, она нет никакого смысла в ней вообще, как бы. Ну, детей нарожала и все, больше смысла нет. Ничего подобного. Мы не знаем, женская природа скрыта от глаз. А сами женщины до конца не понимают свою природу. Это скрытая природа, тайная. А тайна заключается в том, что точно так же, как мужчина влияет на ситуацию с помощью своей силы, воли, решимости, точно так же женщина влияет на ситуацию с помощью своего желания. Вот, допустим, мужчина, он думает, я тебя выбрал и с тобой познакомился. Не факт, что ты ее выбрал. Ну, то есть женщина, она просто, ну, хочет, чтобы он ее выбрал, и он ее выбирает. Вот это крутизна. Это называется влияние желания. То есть у женщины есть сила такая, что если она, допустим, благословляющая или проклинающая сила, поэтому женщины вообще опасно связываться в этом мире. Нет, это серьезно? Почему? Потому что такая сила, она проникновенную природу имеет очень, очень влиятельная сила. Этому женщине не надо самой работать, она вкладывает силу в мужа, и у нее все получается в жизни. Как это она? Через пищу, через молитву в храме и так далее. И у нее поперло, поперло все, и денег в два раза больше. И в семье хорошо, и детям хватает времени, и все как бы по своим местам. Женщина, если своими делами занимается, женскими, то муж все весь процветает. Почему? Потому что она благословляющая сила. Ей самой тяжело работать, а вот благословлять ей легко. А мужчинам легко работать, а благословлять тяжело. Ну, занимаетесь каждым своим делом. Женщина дома, она готовит пищу, вкладывает в нее силу. Дети о детях заботятся. Женщине лучше заботятся о детях, чем мужчине. Она же с любви соткана. Может, больше им дать намного. И вкладывает в мужа. Но поймите, идея заключается в том, что все, что в этой жизни силу дает, это все связано с Богом, только с Богом. Вот почему природа дает силу здоровья? Потому что она божественная природа. Бог наполняет природу своей энергией. Понимаете? Почему вот море дает такую силу, спокойствие, счастье? Вы чувствуете, на лекции сегодня так как-то стало спокойно, как-то так, да? Это вот я наполнился и вам даю. Чувствуете, да, вас так? Расслабляет? Нет? Это от моря. Энергия моря. Я ее набрался, ей набрался, и теперь вам раздаю. Энергия моря так действует. О море, море. Я вообще просто потрясен. У вас настолько вообще просто шикарная энергетика от моря. Шикарнейшая просто. Вы не наполнены. Почему? Потому что не ценит человек то, что имеет. Не ценит. Надо бегать. Вот я там, трасса здоровья даже. Я там бегал, ну, еще пару-тройку человек, и все. Больше никого не было. А должны толпы прямо, все, кто слушает лекции, должны там табунами бегать, по идее. Кто бегал сегодня? Меня видели? А, вы там бегали. Ладно. Женщины, вы запомнили свою силу или нет? Вы поняли, что делать надо? Меня просто женщины терроризируют, как каждый. Здесь тоже сегодня вечером, вчера. Как, почему муж ушел? Я вам объясняю, почему. Не туда направлена жизнь. Понимаете, много забот, дел, семья, дети, работа. Бога нет, молитвы нет, освященной пищи нет. Значит, нет. И не только это, понимаете. Также надо понять, что нужно также вкладывать в отношения с друзьями, потому что они дают благословение. Допустим, сделайте эксперимент. Вы с мужем поругались, потому что истощена энергетика, истощена. Возьмите, сделайте праздник и пригласите друзей домой. Они уйдут, когда у вас пройдет ссора. Вам хорошо станет, потому что причина ссоры – это не то, что вы думаете. Вы думаете, причина ссоры – ваше расхождение. Причина ссоры – не расхождение. Расхождение – так и будут жить. Причина ссоры – нехватки энергии. То есть люди дают энергию. Они вас пришли, покушали, благословили вас. Они уходят, и у вас остается вся эта энергия в семье. И вы счастливы. Проходят раздоры. У кого так было? Вот пригласили друзей, все, помирились сразу. Вот это правильный образ жизни. Это в священных писаниях описано, что так все должны жить. Кормить птичек, приглашать друзей, всем желать счастья, с соседем пирожки раздавать. Даже собачка соседская, когда вас видит, должна радоваться. Понимаете? Тогда все будут благословлять вокруг. Всем надо служить. Всех заботиться. Это очень важно. Некоторые не врубаются, некоторые врубаются. Ничего страшного. Если человек не врубился, знайте, что этот человек является потенциально опасным. Вот, допустим, сосед находится, вы там принесли, попробуйте пирожков, мы напекли. И соседская говорит, да не нужны мне ваши пирожки, обходите ее за три километра. Значит, через нее будет действовать ваша плохая судьба. Вы это вскрыли. А если, говорит, нужны, все, значит, хорошая судьба. Пошла волна. Она запомнит на всю жизнь уже, что вы так вот ей подарили. У нас какие-то праздники, Новый год, мы вот, у нас есть там, допустим, мы живем такой, как бы, как одной семьей. У нас Новый год, и мы всем соседям начинаем там стучать, звонить, и прямо они, ой, а я даже не знала, что так бывает. Люди так удивляются, им приносят покушать, они кушают, такие счастливые становятся. И потом иногда они запоминают это уже в своем сердце. Так надо жить. Если вы хотите, чтобы у вас семья благословлена была, чтобы окружена ваша квартира была от доброй энергии, чтобы, как бы, как знаете, вот курицы в инкубаторе, там они же друг на другом, там эти решетки, и одна покакала, и на голову, ну, как бы, той, которая ниже. Что, думаете, у вас не так? Мы в инкубаторе живем, тонкие энергии же, они, как бы, пересекаются. Я экспериментировал, изучал эту тему. Часто люди просто не знают, что надо постоянно поддерживать определенную духовную атмосферу в доме. У меня, допустим, в Тольятти жил, там стены вот такие тонкие, и слышно прям, как люди разговаривают за стеной. И я просто включил духовную музыку. Они орали, там ругались постоянно, вот постоянно ругань, ругань, кричат друг на друга. Я включил духовную музыку, ну, чтобы не слушать это. И включил не так громко, чтобы у них было слышно, но так громко, чтобы мне хорошо было слышно. Представляете, через неделю... И она постоянно сутками вот играла. Через неделю они перестали ругаться. Вообще перестали. Как будто их там нет. Я думал, что, они там повымирали, что ли? Нет, слышу, там что-то шевелится. Вот. Дальше, слушайте, я поехал в отпуск отдыхать. Вот, приезжаю, орут опять. Опять включил духовную музыку. Прошло какое-то количество времени, опять успокоились. Понимаете, людям не хватает энергии просто. Чего люди кричат? Вот как дети, вот ребенок, вы же понимаете, ребенок кричит. Чего у него не хватает? На улицу надо быстрее. На улицу раз, он готов. Все хорошо, уже не орет. Ну, чем мы-то отличаемся? То же самое все. Муж орет, значит, надо бегать. Не от него, а как бы вместе с ним вдоль моря. Ну, то есть не хватает энергии. Вот если близкий человек нервничает, злится, значит, не хватает энергии какой-то. Надо понять, какой. Если он усталый такой, концентрации нет, эмоции, значит, не хватает энергии природы. Если на работе что-то не ладится с друзьями, с начальством, если в семье все расклеивается, значит, не хватает энергии людей, человеческой энергии. А если нависла судьба, и ты не знаешь, что делать, как вот стена стоит перед тобой, это значит, энергии Бога не хватает. То есть надо вот туда включиться и пробить эту стену, и все. Нет этих всех событий, то, что вы думаете. Есть просто нехватка энергии, понимаете. Вот если, допустим, энергии судьбы хватает, правильной, то все становится решенным. Вот, допустим, я могу сказать, как надо, но у вас все равно не хватает этой энергии. И поэтому все равно что-то не то внутри. Вам все равно нужна своя молитва для того, чтобы стало что-то то внутри. Понимаете? Иначе вы не сможете жить дальше. То есть главная проблема человеческого общества современного это нехватка энергии. Запомните это. Мы просто надумываем все остальное. Мужу не хватает энергии любви, свалил. Понимаете? Допустим, вам не хватает энергии на работе, выгнали. Не хватает энергии для здоровья, заболел. Не хватает энергии, в препятствии как бы сломало тебя. Энергии Бога не хватает, там в храм не ходишь, в препятствии сломало тебя. Ходишь, преодолел. Один молодой человек мне говорит, Олег Геннадьевич, ну вообще, вообще я удивляюсь, как это все работает. Говорит, у меня конкретно была проблема на работе. Ну конкретно, не знал, что делать, как решать. Начал молиться. Чувствую тяжело, все равно лучше, но тяжело. Пошел в храм, говорит, служение сильно помогает. Пошел в храм, говорит, дайте какое-нибудь служение. Бабка такая, говорит, служение, ну вон, сажать цветочки. На газонах, на клумбах весна была перед храмом. Но он взял целый день, все засадил там, все клубы цветочками. Она такая приходит, смотрит на него, говорит, ну-ка иди ко мне. Он подошел на раз, ему руку положил, и говорит, у тебя все будет хорошо. Представляете, через полчаса звонок, все разрешилось. Все, до свидания, проблема. Наполнился энергией Бога, проблема, до свидания. Проблема означает нехватка силы. Понимаете, есть две силы в этом мире. Есть сила времени и есть сила Бога. Сила времени — это тоже сила Бога. Она нужна для того, чтобы мы приближались к Богу. Если мы не приближаемся к Богу, время на нас давит, и создаются куча масса проблем разных. Если мы приближаемся, проблемы заканчивают. Так Бог регулирует наше развитие, понимаете. Не хочешь развиваться — мучайся. Если развиваешься, все хорошо, не мучайся. Ну то есть идет вот такая регуляция человеческой жизни с помощью силы судьбы или времени. Так время действует. Мы вчера также с вами говорили о том, что, я сегодня побольше поговорю об этом, что есть внутренняя составляющая и внешняя составляющая человека. Здесь тоже надо обладать некоторым знанием, чтобы понять, как себя вести с мужем и женой. Надо понять, что у женщины очень огромной силой обладает внутренняя составляющая. Внутренняя составляющая означает составляющая близких отношений. Есть деловые отношения, в них женщина слабая. То есть внешняя составляющая или ее способность действовать, она очень имеет такую податливую, но слабую природу. То есть женщина устает от этих деловых отношений, она подстраивается, она чувствует, что она не может влиять на ситуацию. У мужчины, наоборот, как бы вот эта энергия воли, поступков, действий, деловых отношений, возможности что-то поменять в обществе, огромную силу имеет у мужчины. У женщины же огромной силой имеет энергия внутренних отношений, то есть близких отношений, в которых люди близки друг к другу. Вот там у женщины огромная сила, у мужчины огромная слабость. И поэтому женщина может быстро выводить из равновесия мужчину, не зная этого. Ну то есть, допустим, она чуть эмоционально себя повела, его уже колбасит. Она не понимает, почему. Потому что женщина не знает в себе эту силу. Она думает, что она слабая. На самом деле внутри себя она очень сильная. Некоторые женщины догадываются. Пару мужиков сломали, как бы думают, да, надо мне посильнее, покрепче. Так? Так. Хорошо. Объясняю женщинам. Надо не покрепче, а поправильнее отношения строить. Сбавьте обороты. Не ведите себя с мужчиной слишком эмоционально. Если хотите что-то сказать, говорите помягче. Если вам сильно обидно, не показывайте эту обиду наружу. Если вы сильно покажете, будет еще хуже. Потому что вы его сметете как бы этой силой своей. Он не выдержит нагрузки психической. Мужчина тоже не должен своими как бы действиями сильно разрушать психику женщины. То есть, допустим, завтра едем туда-то, туда-то. Или немедленно принимаем такое решение. Женщина не может ничего немедленно принимать. Она не может завтра ехать. И надо готовиться, объяснять, делать это все аккуратно, по-нежному, намеками. Почему? Потому что женщина, она такое существо, что ей надо где-то застыть, привыкнуть и как бы и все. То есть, она боится перемен вот этих всех там, что-то не... Ну, за исключением, если поездки ей нравятся как отдых. Вот. Ну, такое бывает нечасто. Иногда женщина сама хочет куда-то уехать. Ну, чаще всего она хочет дома быть. Вот. В норке сиди. В любом случае, хоть так, хоть так. Мужчина, он соткан из поступков. Он действует, действующее начало. Поэтому, думаю, это женщина такая же. Но она не такая же. Ей очень трудно принимать решения. Трудно понять, зачем это надо. Трудно как бы принять. Трудно настроиться. Все это требует времени. Поэтому женщине даже замуж выйти тяжело. Она как бы уже знает, ей за этого человека надо. И она подходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, не могу выйти замуж. Ну, как бы проверяет меня, испытывает. То есть она не говорит правду, что она хочет за него замуж. Она мне говорит неправду. Что я не могу, мне тяжело. Я говорю, за этого человека выходить надо замуж. Она, правда? Я говорю, да. Слава Богу. Ну, то есть, понимаете, не хватает силы, своей силы. Даже замуж выйти не хватает. Не то, что там какие-то решения, какие-то другие принимать. Поэтому мужчина не должен ее как бы вот так вот, своей жесткой стилем таким, как бы, психикой выматывать. Другими словами, смотрите, правило такое. Мужчина в поступках, в событиях, в решениях должен с женщиной очень деликатно себя вести. Вот все, что он хочет ей объяснить, доказать, политика партии какая там, надо все это делать очень деликатно, по-доброму и ждать, когда она постепенно, ну, это поймет, примет. Вот. Лучше вообще решение не навязывать. Ну, например, у меня даже такой случай был. Я часто одно время, когда у меня не было своего жилья, ну, с женой с одной съемной квартиры на другую переезжали. Ну, когда мы жили там в поселке, там съемные дома снимали. Ей понравилось в одном доме. Но, как бы, работа моя требовала жить в другом месте. Нашелся хороший вариант. И она уже привыкла к этому. Женщина понимает, что значит привыкла. Вот она, ей хочется там жить. И я ей начал объяснять, что вот там мы уже все снимаем квартиру. Она такая, ой, я не хочу переезжать. Потом мне говорит, давай я здесь буду жить, а ты там. Хотя бы какое-то время. Я говорю, ну, давай, вообще нет проблем. И на следующий день собрал вещи и начал переезжать. Она такая, давай я с тобой поеду, посмотрю, как ты там будешь жить. Я говорю, ну, давай. Вот. Я говорю, ну, ты как можешь здесь оставаться? Ну, если хочешь, иди поедь, посмотри. Она приехала, посмотрела, посидела там, почувствовала. Все почувствовала. Потом говорит, ладно, я здесь на ночь останусь. Без вещей, без всего. Я говорю, ну, останься. Потом поедешь домой. Вот она такая осталась, такая. Побыла немножко. Говорит, все, я здесь остаюсь. Вещи перевезла. А если б я на нее надавил, сказал переезжать, там такое бы началось. Я даже не хочу думать. Вот, понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что все спокойно, вот если женщине дать возможность привыкнуть, адаптироваться, она все решается спокойно. Не надо на нее как бы давить, нажимать. Это неправильное мышление. Женщина тоже, она, когда свое хочет отстоять, она часто очень эмоционально, жестко себя ведет в близких отношениях. Речь идет об отношениях, об ее вот чувствах там и все прочее. Что ей нравится, что не нравится в нем. Женщина часто любит воспитывать мужа. Вот, чтобы ей вот так было, чтобы так не было. Вот, все это надо делать очень мягко. Потому что у мужчины изнутри он очень чувствительный. Хоть внешне кажется, что нет. Женщина, наоборот, внешне очень чувствительная, но внутри она очень крепкая, сильная. Она, конечно, реагирует на все, но психика у женщины очень стабильная с точки зрения отношений, непреклонная такая, фундаментальная очень. И именно поэтому на психике женщины держится семья. Надо понять женщине свою вот эту фундаментальность, внутреннюю силу, и понять, что это нужно Богом, эта сила используется для того, чтобы не было измен. Поэтому женщинам веды рекомендуют принять, привыкнуть к своему мужу. Привыкнуть нужно к двум вещам. Нужно привыкнуть к его характеру и достатку. Вот, характер принять постепенно от человека. Потому что у мужчины характер всегда хуже, чем у женщин. Понимаете, о чем я говорю? Мужчина не такой, как женщина. У него другая природа. Я вам сейчас просто сравнение одно сделаю. У меня есть лечение, пластины такие из камней, мы их ставим на спину. Там у каждого человека свои числа, пластин. Если число ошибаешься, то он будет болеть. А если нет, он будет выздоравливать. И мы заметили, что мужские числа вообще не подходят для лечения. 1, 3, 5, 7, 9. Это мужские числа. Женские числа 2, 4, 6, 8. Можно ставить только женские для здоровья. Мужские деструктивно влияют. Поэтому женщина, любой мужчина... Вы думаете, это мне не повезло вот с этим вот. Любой мужчина, любую женщину всегда перегружает. Женщина рядом с мужчиной устает, потому что у нее деструктивная психика. Она не то, что деструктивная, она как бы так устроена, что у мужчины психика все меняет, трансформирует. Его природа менять все. Он не может, чтобы было вот все одно и то же. Ему надо все менять, развивать, преодолевать. У нее так психика устроена, у мужчины. А у женщины психика по-другому совершенно устроена. Ей надо все сохранять, гармонизировать, чтобы все было стабильно и правильно. Поэтому женщины для чего лекции слушают? Вот мужчины для чего лекции слушают? Они слушают для того, чтобы понять. Они смотрят на меня. Ну как бы это еще другая песня. То есть если мужчина первый раз пришел на лекцию... Вот кто первый раз мужчина? Есть кто пришел на лекцию? Сегодня вы первый раз пришли? Ну как бы у вас жена слушает. Вот когда мужчина первый раз пришел на лекцию, он слушает первую лекцию вот так. Дурак, не дурак, дурак, не дурак. Ну такое как бы он изучает. Вообще ничего не слушает. Просто изучает человек, смотрит на поведение, на то, что говорит. Потом дальше, когда мужчина видит, что уже как бы ладно, послушаем. Вроде не дурак, но не уверен точно, но посмотрим. Вот. Дальше. Следующая лекция. Это он правильно говорит. Я это знаю. С этим разберемся. Правильно разберемся. Правильно? А это неправильно. Вот. Понимаете, мужчина так слушает лекцию. Он разбирается со мной. Он пришел со мной разбираться. Понимаете, так мужчина устроен. И все мужчины со мной разбирают все я. Особенно я это сильно почувствовал, когда в Краснодаре лет 15 назад один полковник милиции слезно попросил меня почитать Академию МВД лекцию. Я пришел, там 500 милиционеров сидит. И сказали, встать. Они такие встали. Сесть. Селик, ко мне подбежал адъютант, говорит, у вас 45 минут. Они такие. 500 человек. 20 минут лекция была без эмоций вообще. Дурах, не дурах, дурах, не дурах. 500 человек одновременно. Очень хорошее чувство такое, приятное возникло от этого всего. Там было несколько женщин, но они также смотрели. Знаете, я не знал, что мне делать. Я не мог никак раскачать аудиторию. И Господь мне в сердце дал гениальное решение этого вопроса. То есть я начал рассказывать им про судьбу, что судьба связана с планетами. Что есть такая планета Марс, которая связана с милицией. Я рассказал им, что она связана с силой воли, поэтому все очень волевые люди идут в милицию. Я им рассказал также, что когда волевой человек совершает насилие над другим человеком и несправедливость над ним, то у него негативно начинает влиять на него эта планета Марс. Я не так сразу так раз. А в чем негативность выражается? Я говорю, портится. Она связана со всеми органами, которые по центру вот так идут. Я им сказал, что она связана с насморком, может возникнуть горло болеть, желудок. Но самое неприятное, я говорю, заключается в том, что если человек постоянно так очень злобно относится к людям, то у него развивается нарушение потенции, уже тоже с Марсом связано. И знаете, после этого весь зал одновременно. Есть фильм такой, Ленин в октябре. Там на броненосце такой товарищи и все такие. Начали слушать резко, так ковчнулись. Потенции. Нарушение потенции. Потом хлопали. Очень понравилась лекция. Ну это и так, мужчины, как бы имейте в виду. Насчет насилия. Это и так, тонкий намет такой. Итак, давайте еще раз теперь поймем суть вот этого поведения. То есть первое, что надо знать. Женщина должна знать, что вот это деструктивное влияние, это жесткость, это неприязнь, которую она чувствует от мужа, это не то, что ей не повезло, как бы несовместимость какая-то. Это все мужики одинаковые, понимаете, от всех такое идет. И причина, почему вы это чувствуете, неправильное поведение. Надо понять, что как бы надо с мужчиной вести себя таким образом. Надо всегда преодолевать этот наружный психический цилиндр мужчины. Это преодолевается с помощью мягкого, доброго, уступчивого подхода. Это знаете, как в борьбе айкидо. Что, допустим, кто-то удар пытается совершить, и ты за его кулак же его и бросаешь. Ну то есть, понимаете, вот когда мужчина там, ты что сказала? Надо как бы, надо сделать айкидо. Что это значит? Это значит, как бы, сначала согласиться всегда. Сказать, да, это было неправильно сначала. То есть, если как бы вы согласились, он сразу расслабляется, думает, войны не будет. Все, ему главное, он же воюет со всеми. То есть, ему важно, будет война или нет. Войны не будет. Все, согласился. Все, согласилась. И потом, по-доброму. Мой дорогой, вот ты, конечно, правильно считаешь. Вот смотрите, взгляд какой, да? Видите, какой взгляд? Ты, конечно, правильно считаешь. Но некоторые женщины имеют такое мнение. Очень мягкий таким голосом. Желательно после еды. Когда мужчина поел, у него примерно 3-5 минут после еды, у него наружный цилиндр вообще психически не работает. Он такой расслабляется, такой, все, войны нет. Война закончилась. То есть, война войной, обед по расписанию. Вот. И он как бы расслабляется. И в это время надо мягко ему продолжить тему. Сказать, ну как бы, вы уже вроде согласились, все, тема закрыта уже, все. И вы мягко. А как бы, есть такие женщины, которые вот считают, что вот это так. Ну, естественно, что он как бы скажет, начнет рассуждать, объяснять, что они дуры, что это не так. На самом деле все так. Это все нормально. Женщины, процесс идет. Потому что вы думаете, что он тупой, как бы не поймет. Он все понял. Он все понял, но нужно время, понимаете. Особенно, когда даст по башке. Вы же предупреждали. То есть, вы ему сказали все как надо. И запомните, разница между мужской и женской природой такова, что мужчине, вот женщины, вы это признаете. Вам это трудно признать, потому что вы такие все нежные такие. Хотите, чтобы все хорошо было. Защищайте своего мужа от всех проблем. Понимаете, ему нужно по башке для того, чтобы развиваться. Это так же и мальчику, ребенку нужно. Вы не сможете его защитить. Ему надо, он лезет сам, чтобы... Ну, допустим, вы, допустим... Вот, ну, приведу пример. Допустим, крутится вентилятор. Вы мальчику маленькому, там, три года говорите... Девочке говорите, вентилятор, пальчик не суй, будет больно. Все, она запомнила, туда нельзя пальчик не сувать, будет больно. Мальчику, говорит, вентилятор, палец не суй, будет больно. Это была ошибка. Он вентилятора вообще сначала не видел в жизни. Вы обратили внимание его на вентилятор. Это вызов, понимаете? То есть он герой, родился героем. А тут какой-то вентилятор может мне сделать больно. То есть он пойдет к вентилятору изучать, как его победить. Ну, естественно, он туда сунет палец сначала. Понимаете, да, идею? То есть мужчине нужно сражаться со всем. Он через действия познает мир. Ему нужно ошибиться, получить удар по голове. Позвольте мужчине ошибаться. Ну, бывают крайние случаи, когда ошибка может унести жизнь. Поэтому тогда надо стучаться больше, по-доброму говорить, говорить. Но самое главное, поймите такую вещь. Женщины часто думают, надо больше эмоций приложить, чтобы он понял. Нет, это неправильно. Понимаете, у мужчины надо, во-первых, очень мягко говорить, чтобы его вот эта стенка, она не сработала. То есть если женщина мягко говорит, то он понимает, что защищаться не от чего. То есть она с ним согласна. Самое главное, согласна уже принципиально. И она просто выясняет детали. Ну, потому что так многие женщины считают. Ну, ты же глупый, ты умный. Объясни детали. Виталий прямо противоположно тому, что он считает. И надо много-много раз ему об этом говорить, по-доброму спрашивать. Я вот такая глупая, не поняла. Еще раз давай скажи мне. И потом, когда произойдет так, как она сказала, он начнет думать. Мозги включатся. И это хорошо. Вы добились своей цели. Но знаете, для того, чтобы с мужчиной добиться своей цели, нужно испытать немножко вкус поражения в том, что он обязательно должен стукнуться башкой об стену. Он не может просто так что-то принять. Понимаете? Ему нужно обязательно почувствовать этот вкус поражения, и что он как бы не прав. Он должен сам это признаться себе в этом с помощью события, которые произойдут. Это важно. Но есть ключевые моменты, допустим. Если, допустим, вы видите, что мужчина начал посмотреть на других женщин, вы ему говорите, не смотри, это, в общем-то, правильно все. Надо его запугивать в этом вопросе. Но знайте, что главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что у вас в доме не хватает Бога, у вас не хватает силы, которая будет удерживать мужа рядом. То есть у вас психика уже истощена, она не влияет на ситуацию. Понимаете? Это женщина сохраняет семью, ее сила. То есть ваш внутренний психический цилиндр еще важно должен быть настроен так. Это мой единственный человек. Вот когда вы так на него смотрите, то он от вас в полной степени энергии любви получает. Если у вас как бы мысли, что я могла найти себе и получше, то он не получает от вас ничего, хоть вы его и любите. Понимаете? Вот могла найти получше, значит найди получше. То есть так устроенным Богом. Если женщина не верна полностью, мужчина не может как бы любить. У него не включается он. Поэтому в древнем культуре было такое поверье, что надо брать женщину-девственницу, чтобы она вообще не знала ничего о других мужчинах. И тогда она будет ему верна. Ну в современной культуре это лишь такие мужские, хорошие, такие добрые сны. Потому что реальность совсем другая. Вот жизнь другая у людей совсем. Поэтому надо понять вот этот принцип, что женщина должна своей аскезой. Женщина всегда сравнивает одно мужчину с другим. У нее так психика устроена. Она должна своей аскезой как бы сказать себе, все, вот это мой человек, больше мне ничего не надо. И так смотреть таким взглядом на него. Чтобы у него была защита от других женщин. Вот этот взгляд защищает больше всего у женщин. Это надо знать. Мы говорим о верности и сохранении семьи сегодня. Важная тема, много разводов. Так же следует знать, что в отношениях всегда правда стоит ниже любви. Допустим, если вы видите, что вот коса на камень нашла, уступите. Хотя эта уступка может быть вам хуже будет жить с ней. Но зато семья сохранится. Потому что если вы не уступаете, то это раскол делает в отношениях. То есть люди начинают думать, что они по-разному сотканы, по-разному устроены. Мужчина и женщина по-разному абсолютно устроены. Женщине одно надо, мужчине совсем другое. У женщины один характер, у мужчины другой. У женщины одни интересы, у мужчины другие. Нет ничего схожего. Просто есть взаимодополняющие возможности. И есть возможность сотрудничества. Потому что то, что нужно женщине, мужчина может сделать. То, что мужчине нужно, женщина может сделать. То есть взаимодополнение есть, но схожисти нет. Люди думают, мы с тобой абсолютно разные. Это факт. Если хочешь одинаковую, тогда вот в Европе это сейчас уже больше достижимо. Можешь жить с одинаковой. Не одинаковым, а одинаковой. Это другая тема. Еще важно знать также, что приходит время, и естественно на какой-то период, может быть год-два, пропадает любовь. Наступает плохой период, нет контакта, все. Ты смотришь на жену, но счастья от нее нет. Или на мужа смотришь, счастья от него нет. И люди думают, у нас несовместимость. Идут к астрологу, а астролог, он как бы, знаете, это милое дело. Допустим, пришли, деньги заплатили. Деньги такие заплатили, да, большие. И он говорит, у вас все хорошо. Сразу возникает вопрос, а что деньги-то платили, зачем? Обязательно надо сказать, что у вас все хорошо, но, чтобы важность этого астролога была на лицо. Вот но, как бы, и это но означает, надо расходиться. Мой хороший, будьте осторожны вот с этими астрологами, столько я насмотрелся. Я не против астрологии, у меня жена астрологией занимается. Просто, как бы, расскажу историю. Я приехал в один западный город. И ко мне пришли муж с женой, который слушает мои лекции. Они сходили к астрологу. Этот астролог сказал им, что у них не было детей. Этот астролог сказал им, что у них, как бы, они не две половинки, они несовместимы, поэтому им надо разойтись. Они пришли ко мне с горючими слезами, то есть они сильно любят друг друга, хотят быть вместе. Они говорят, мы не хотим расходиться, но мы не две половинки. И мы решили, еще полгода хотя бы вместе поживем, потом разойдемся. Я говорю, а что это такое? Откуда такая мысль? Ну и как бы вот вскрылось, что вот им навязали такую идею в их сознании. Я им объяснил, что действительно препятствие в зачатии детей есть. Но это препятствие преодолевается просто духовной практикой. Надо помолиться. Если не поможет, значит, езжайте в святое место какое-то и там еще помолитесь. Это история длиной в пять лет. Слушайте, они поехали, сначала помолились дома. Они приняли мое понимание, что как бы это то, что им сказали, это обман. Они мне поверили. Но все равно в сердце всеми было заложено вот эта опасность, страха. Может быть, Олег Геннадьевич ошибается. Понимаете? Они начали молиться, помолились. Потом поехали в святое место, помолились. И там же, прямо в святом месте, произошла беременность. Родился мальчик. Ну, пожили немножко. Еще одного ребенка захотели. Помолились. Родилась двойня. Два мальчика еще. Получилось три. Она пошла к гинекологу за советом. Та поизучала все. Говорит, у вас как бы нет такого, чтобы вы без детей должны были остаться. Все нормально. Но в следующий раз у вас опять двойня родится. И у них теперь возникла другая проблема. Они уже когда через пять лет ко мне пришли, Олег Геннадьевич, у нас теперь другая проблема. Извините, как бы нас трое хватает. Понимаете или нет, представляете, чуть не разрушилась семья, люди хорошо любили друг друга, счастливо жили. И тут как бы решили на консультацию сходить. Мои дорогие, пожалуйста, будьте осторожны. Будьте осторожны. Народ такое несет. Мама дорогая. Каждый, кому не лень, что-то придумывает. Понимаете? Только если человек видит судьбу, он может сказать правильно. Все остальные могут приблизительно сказать. Но есть люди, которые просто всегда портят жизнь, потому что они хотят напугать. Понимаете? Напугать. Неквалифицированные люди всегда пугают. Запомните, кому бы вы ни пришли, к врачу, к психологу, к астрологу, кому угодно, пусть он себя как угодно называет. Если вы от него ушли с разрушенным сердцем, с чугустом страха, опасности, испуга, это значит, что вы попали в руки неквалифицированному человеку. Он вам не дал возможности преодолеть судьбу, он вам ее только испортил. Понимаете? Потому что с судьбой надо аккуратно обращаться. Нельзя вот такие вещи делать. Будьте осторожны. Изучайте, как правильно, мои хорошие. Изучайте, это ваша жизнь. Вы сохраните свою судьбу таким образом. Будьте осторожны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok